Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы распаковать суп-пайок Индивидуальный рацион питания наших бойцов в Армейке, так скажем. Наверное, не буду зачитывать, что есть в этом суп-пайке, то есть содержимое. Ну, тут 30 наименований, как минимум 9 консерв, что довольно много. Итак, давайте откроем его. Я думаю, нам даже нож не понадобится, потому что тут есть вот такое вот лезвие зелененькое, если можете заметить. Да, ребят, небольшой интерактивчик. Так вот подрезаем. Такое вот лезвие удобное. Ну, мало ли что, вдруг ты на войне в окопе лежишь, и тебе надо распаковать, а нога у тебя не было. Так, ну что, поехали. Вот, ребят, содержимое суп-пайка, если видно. Сейчас я посмотрю, видно ли. Давайте вот так вот покажу. Ну, должно было быть видно. Итак, у нас тут что? Разогреватель портативный. Вот, смотрите, то есть можно, я так понимаю, подогреть с помощью него консерва, мясо птицы с посолью и овощами. Ну, ложечки, штучки, три-четыре галеты. Так, это у нас, что, фитоник. Это у нас, так, состав экстракта и концентрата, прополис и яблок, лимоника. А, ну, это, видимо, знаете, типа такого, как сказать, не лимонада, ну, типа чая, может, какого-нибудь. Ну, сейчас посмотрим. Вот чай майский, ребят. Так, это у нас что, фруктовая палочка, черновеслив с орехами. Давайте я все вытащу. Даже дезинфицирующие салфетки положили, какие молодцы. О, ребят, я-то думал, мне придется покупать спички или поджигать с помощью газовой плиты, но тут есть спички, на удивление. Еще галеты. Так, это у нас... Что это такое? А, дезинфицирующее средство, да? Ну, мало ли, кофе. Так, немножко помялось, ребят, тушеночка наша, ну, ничего страшного. Так, поехали дальше. Икра овощная. О, повидло яблочное, если видно. Так, это у нас сыр плавленый. И паштетик. Паштетик – это хорошо, люблю паштет, на самом деле. Опять галеты. Каша гречневая с говядиной, вкуснотища. Еще сахар. Так, еще дезинфицирующие салфетки. Соль. Так, это у нас перец. Ну, салфеточки. Так, это еще что у нас тут? Рекомендация по употреблению рациона питания. И наименование различное. Так. Ну, ребят, давайте попробуем, наверное, приготовить что-нибудь. Так, где у нас тут были, значит, спички? Теперь разогреватель портативный. Давайте что-нибудь подогреем, ребят. Что будем подогревать? Давайте тушеночку. Сейчас я разберусь в инструкции. Вскрыть упаковку и извлечь таганок. Отогнуть угловые ветровойники вверх, а упор вниз. Ага. Так, установить таганок на ровную твердую огнестольную поверхность. Излечь таблетку, воспламенить ее и поместить таганок. Установить на таганок разогреваемый продукт. Так, ну я понял. Давайте попробуем. Жалко я без фуражки военной. Давайте все делать, как показано на картинке, как будто мы в каком-то торкопе. Фу, блин, отвратительно. Пахнут, ребят. Похоже на оскорбинки. Так, что у нас там? Какие действия? Вот он, значит, металлический таганок. Угловые ветровойники надо отогнуть вверх. Ветровойники. Так, вот так вот, наверное. Так. Так. И вот так. Все, отбойники я отогнул вверх. Так, а упор вниз, ну, чтобы придать, так скажем, поверхность. Ну, чтобы сделать так, чтобы она могла стоять на поверхности. Ну, и сюда, наверное, помещаем непосредственно вот эту вот пласть, как сказать, таблетку. Я не знаю, как это назвать. Так, таблетка, да? Так, ну что, ребят, поместил. Ну, наверное, попробую сейчас поджечь ее, если видно. Так, лучше бумажки сюда убрать нахер. Я тоже боюсь, не дай бог, воспламениться. Это будет не очень прикольно. Потом заварим кофеек, чайку немножко с галетами и повидлом. Ну что, поехали? Так, а как это вскрывать-то? У меня же вот эта херня-то была. Так. Ага. Так. Сейчас я вскрою эту херню, потому что без нее не справишься. Так. Окей. Ну что, давайте попробуем приготовить себе покушать, как будто мы сидим в окопе. Правда, ни один в окоп меня не выдержит такого здорового. И ни один танк, ни в один танк я не влезу своим двухметровым ростом со своей комплекцией. Так. Ну что, поехали? Так, сейчас я черкану вот по этой херне. Попробуем. Что-то не получается, ребят. Так, давай еще раз прочитаем. Там у меня гайка, это... Ну, не получается поджечь. Так. Воспламенить таблетку. А-а-а. Извлечь, воспламенить и поместить таганок. То есть, надо ее сначала, ну, воспламенить. Ой, блядь. Да что ты, сука. Давайте попробуем так сделать. Ой, бля, пиздец. Ребят, извиняюсь. Ой, жесть какая. Ёб твою мать, ребят. Ой, какой же из меня нахрен военный. Ёл палая. Что-то она не воспламеняется. Таблетка просроченная. Ёл палая. Почему таблетка не воспламеняется, ребят? Смотрите, я поджигаю Вот, видите, она не поджигается Самое интересное, давай другую попробуем Я хреново Она знает Это не по плану пошло Не, не получается, ребят Что за херня? Ну, я же все делаю как нужно Вообще У этого сухпайка Почти истек срок годности То есть осталось буквально полтора-два месяца И я держу пари И я держу пари То, что могли таблетки испортиться Так Может, я как-то не так делаю Я не знаю, ребят Но она должна, по идее, воспламениться Но она почему-то не воспламеняется Так, ладно, давай еще раз попробуем У меня есть две попытки Ну, в любом случае у меня есть газовая плита Поэтому Волноваться-то как бы Ну-ка Ладно, попробуем Вдруг что получится Опа, пошла-поехала жира Пошла немножко Так, говядинку Говядинку давайте положим Эх ты, блять Ебаный ты в рот Ну, открывайся Мы тут в окопе сидим Все Да ела-мала Ела-пала Всвинячился Ну, как так Ел-пала Ой, боже мой Опа Ну что, ребята Тэ-дэнс Тэ-дэнс-ебэнс Конечно, я всвинячился Ну, так, это лучше врать Очень плохо то, что капает жир Бля-эть Это я тут сейчас подожгу нахрен все Наверное, так и должно быть Будем думать то, что мы сидим в окопе Нам надо срочно поесть тушеночки Так Ну и мы как настоящие бойцы Ложка какая-то маленькая Надо было огромную достать Достать поварешку, да Мы будем, наверное, мешать Я не знаю Так Пускай готовится Так, что там, видно хоть на камере? У меня тут есть волшебные смарт-часы Не побоюсь этого слова Так, ну что Надеюсь, готовится пока Ладно, видно Так Давайте попробуем, наверное, галет Пока это все делится, готовится Ну, конечно Чай я не принес ни хера Чаечек Заварить бы С кофейком попробовать, да? Сахар тут есть Салфетку давайте дезинфицирующую посмотрим Так Она упала Ну ладно, ничего страшного Опа Я просто хочу руки Вытереть Чтобы они мне все Уфаршмачились Ёб твою мать Надеюсь, это не сгорит ничего Ну ладно Так, что дальше? У нас тут есть баштетик Сырок Повидло Давайте начнем с повидла И откроем галет Я пробую Ну и скажу вам По десятибалльной шкале Так скажем Как это все Вкусно? Или же ужасно? Так, галет Вот повидли Повидло Повидло шикарное Очень такое насыщенное Не пожалели Фруктов Не прилились с сахаром Ну галеты Мне кажется Либо испортились Что тоже может быть Потому что Сухпайок старый Но все равно Срок годности там До ноября-октября Двадцатого года Так точно? Ой, не двадцатого А девятнадцатого До двадцать первого Октября Галеты Да еще ужасные на вкус Отвратительные Ноль из десяти Повидло восемь Восьмь из десяти Повидло Квапная Так, дальше Что у нас? Так, наверное Мясо птицы С фасолью и овощами Ну икра Не надо ее Готовить Вот у меня еще Есть две штучки Так, давай Это у нас Мясо птиц С фасолью И овощами Блядь Нихуя не открылось Да что ты, сука Блядь Сейчас, ребят Подождите Так, ребятки Вилочку взял Давайте Мясо с овощами Ух ты Фух Получилось более Так, ну что Отведаем паштетик Давайте я попробую И скажу вам Какой он на вкус Пахнет Изумительно На самом деле И по вкусу Хороший Я думаю Балов 8-9 из 10 Поставить можно Ебать У меня по-моему Она воспламенилась Нет? Да, паштет Классный Вот эта Юшка Тоже Приятная Такая На вкус Паштету Даже 10 из 10 Поставлю, ребят Паштет Шикарный Блядь Да что ты Ёлы-палы Готовится Во всем Наверное Надо было Знаете Что сделать Взять полотенце Ребят Вы извиняйте Что Получается Не совсем Как я задумал Ух ты Блядь Обфоршматился Все Все В грязи Я думаю На всякий случай Чтобы взять Конечно Полотенце Не очень хорошо Брать Да ладно Опа Полотенце Я не поджег Ну в принципе Еще можно Даже овощи Немножко Чтобы они Постояли Пускай Постоят Так Значит Повидло Оценили Этот Как его Тушенку Оценили Галет Оценили Ну давайте Паштетик Паштетик Я думаю Разогревать Нет смысла Потому что Этот продукт Употребляет Холодным Ну и Я думаю Что можно Намазать На галет На галетик Намажем Если я Только вилочку Возьму Свою И удобнее Блять Ладно Ну Знаете Паштет Сам по себе Клевый Балов 8 9 из 10 Поставил бы Никаких нареканий Чувствуется По вкусности Как обычный Хороший Паштет Но Галета Ужасная Прям 0 из 10 Даже Балл не могу Один поставить За галета Потому что А не отвратится Паштет 9 Немножко Насыщенности Не хватает Но в целом Клевый Паштет Так Что у нас дальше У нас Фруктовая Палочка Чернослив С орехами Давайте Протестим ее Знаете Вкус В принципе Нормальный Но Мне не хватает Насыщенности Сейчас я его Уберу Мне не хватает Насыщенности Из-за этого Она получилась Немножко Пастноватой Ну и скорее всего Там очень мало Сахара Или вообще Нет Поэтому Баллов 6 из 10 Я бы поставил Этой палочки Из чернослива Так Следом идет Каша гречневая С говядиной Ребят Давайте Опробуем Ну и фруктики У нас тут уже Немножко Что это у нас А это не фрукты Уруруру Это мясо птицы С фасолью И овощами Давайте Опробуем Курочку Так Фасольки Слушайте 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 Неплохо Очень даже Курица Сама по себе Пастновато Неплохо Фасоль И вот эта Подливка Которая внутри Есть Придает Очень Такой вкусный Ну Масичный вкус Приятный Я бы поставил Да что уж Говорит 10 из 10 Ребят Фасоль Эта птица Вкусная Ухухуха Как же горячо Уulum А це Жесть Так Гречка Холодноватая Еще С мясом Столько Готовится Так Икра Овощная Ну Икру Овощную Кто готовит Ребят Никто Ее Холоднова Виде Опять Я Я Едят Опять не могу вскрыть, а? И что ты будешь делать? У меня для этого есть вилочка. Так, икорку пробуем. Слушайте, икра классная. Не самая лучшая, но баллов 7 из 10 заслуживает. Так, с галетом давайте попробуем. Ну блин, галет конечно, но сама по себе икра вкусная. Клево. Икра 7 из 10. Галета отвратительная, опять говорю. Так, что у нас дальше? Сырок плавленый. Сырок. Давайте посмотрим, что у нас приставляет. Опять же с галетом. Ну знаете, сыр плавленый. Отвратительный. Он не прям мерзкий, ребят. Но могу сказать, что помните, такой сырок был раньше, дружба. Он и сейчас продается. Самый дешманский, рублей 6 стоит. Вот этот сыр еще хуже дружбы, я могу сказать. Балл 4 из 10 заслуживает, но не больше. Так. Ой, ой, ой. Так, ну все вроде опробовали. Чаек майский тут. Кофеек. Наскваримый. Сахар, соль, перец. Соль, перец, сахар, я думаю, нет смысла. А вот я хочу вот эту ферню попробовать. Я думаю... Я думаю, ее надо растворить в теплой воде. То есть вот эта вот фигня обеспечивает трехразовую норму необходимых витаминов и нутриентов. Так, кстати, что-то гречка не особо вроде подогрелась. Хотя нет, она подогрелась. Просто сверху она так немножко застыла, ребят. Как вы можете заметить, у меня уже это, таблетка вся выжглась. Но я думаю, больше я это... не буду зажигать ее. Давайте опробуем, что это у нас. Каши гречневые с говядиной. Опробуем. Так, соли. Добавить тут соли очень мало. Соли надо немножко добавить, потому что вообще не соленые. Те еще более-менее были соленые. А это прям постное. Гречка с говядиной. Не шедевр. Балов. Балов 6 из 10 заслуживает. Так, что у нас еще осталось? Что у нас осталось еще? Ну, опять же чай. Кофеек. Ну и давайте... Так, я пока это закрою. Перейдем ко второму этапу. Я бы хотел сейчас сделать чай и кофеек. Но для этого мне надо заварить чайник. Ну и кружку взять. Пока что мой топ, ребят. Смотрите. Это у нас мясо птицы с фасолью и овощами. Это мой топ. Тушенка. Блять, ебаный ты в рот. Тушенка пролилась. Блять, я на фитоник налил. Ну ладно, пусть с ним. Паштет. И повидло. Ну и икра. Вот это вот мне не пора с кашей гречневой с говядиной. И не понравился еще этот плавленый сыр. Это дерьмо. По местам. Первое место я бы дал мясо птицы с фасолью и овощами. Второе тушенка. Третье повидло. Четвертое паштет. Пятое икра овощная. Ну и эти, соответственно, шестое каши гречневой с говядиной. И седьмое это плавленый мерзкий сыр. Ишманский. Так, ну что, ребят. Давайте перейдем. Блять, как горячо, да? Ух ты, бля. Ха-ха, ребят. Испоганил я. Скатерть. Надо было на эту штуку ставить. Потому что после этих ножек у меня отпечатались дырки. Скатерть. Ну, скатерть она не особо дорогая. Поменяем, ничего страшного. Так, че? Давайте чай заваривать. Ёла-пал. Че мы тут сидим? Так, ребятишки. Насрали в штанишки. Ладно. Хватит разводить, понимаешь, клоунаду. Принес я, в общем-то, чайник. Давайте. Так, чашка какая-то огромная. Я просто взял три, чтобы попробовать. А, давайте вот эту вот фигню. Фиттоник. Фито-то-то-тоник, да. Попробуем, блять. Что ж так? Я его намочил этой херней. Как ее называют? Ха-ха. Своей тушеночкой. Так, я высыпал. И, наверное, ее надо заварить. Я так думаю. Я могу быть не прав. Похоже, знаете, на полдрекс. Такой вот, кашля который. Растворимый, когда у вас болит горло. Так, пускай, значит, растворится. Я думаю, с хлопку туда нет смысла добавлять. Дальше что у нас? Чаечек. Чаечек майский. Не реклама, ребят. Если что, так. Фу, блять. Опять не вскрыл, а? Что я такой невезучий. Да что ж такое? Все вскрыть мог. Чай вскрыть не могу. Ну. Ну, ну. Все вскрыл. Без лишней помощи. Чаечек майский. Опять же заливаем. Ну что, ребят. Теперь я могу себя спокойно назвать человеком, который опробовал все муки армии. Как говорят, некоторые недалекие люди не служил ни мужик. Но, как вы можете заметить, мы с вами послужили. Хотя бы в столовой. Это уже что-то значит. Так, теперь давайте кофейку. Кофе растворимый обычный. Какой-то. А. Гранулированный. Растворимый кофеек. Так. Что тут у нас? Высыпаем. Так. Ну, еще хватит, я думаю. Так, кофеек насыпали. Ну и, кто любит сахаром, кто любит без, я люблю с сахарочком. Так. Ну, я думаю, столько хватит нам. Соль, сахар, белая, белая смерть. Смерть по вкусу. Поэтому слишком много насыпать не стоит, я думаю. Так. Ха-ха-ха, все обдули, да? Так, это тоже помешали. Ну и что у нас тут? Блин, гадная ложка. Паштете лучше я ее трогать не буду. И помешаем наш, так скажем, чаек от кашля. Так, ребят, давайте я буду ждать, пока это все немножко остынет, потому что горячо. Слишком-слишком горячо. Возьму дезинфицирующую салфетку, дабы она есть. Почему не взять тогда, да? Немножко стол протруктор. Дорезноватый я протер, но все равно, блин. Ха-ха-ха. Хорошо, что я живу один, меня никто не убьет за... С поганиной столом. С поганиной, так скажем, скатерть. Знаете, не девушки, которые мозг пилят, не родителей. Жизнь прекрасна. Так, давайте... Я тут еще что-нибудь... Ладно, что я тут уборкой занимаюсь? Ребят, сейчас, когда приготовится чай, кофе, вот этот вот наш чай от кашля, мы их оценим, подведем итоги этого суп-пайка, который мне подарили бесплатно, потому что бы... Я бы это не купил уж точно. Так, ну что... Давайте попробуем, наверное, чаечек. Надо немножко было холодный подлить. Даже горячо. Я не люблю, на самом деле, горячий кофе, чай. Мне вот не нравится. Давайте, наверное, с галетом попробуем. Ну, прикуску. Ну, чай как чай, ребят. Хороший такой. Знаете, раньше такой чай был? Так он точно не назывался стариком. На картинке беседка, что ли? Ну, что-то наподобие такого. Прикуску с галетом и повидлом, и повидлом клёвый идёт. Очень вкусно. Как бы сказал Сергей Симонов. Горячо. Всё-таки ещё горячо. Так. Наш, значит, чай от кашля. Пришло время тоже затестить. Не, наверное, от кофе брать не буду. Кушать чай. Что там растворилось, что ли? Так вот, чашка загораживает обзор. Ну, чай обычный, ребят. Что я его оцениваю? 10 из 10. Самый лучший русский чай. Шучу. Блять. Ладно. Слушайте, ребят. Вот эта фигня. Как эта ересь называется? Фитоатоник. Это натуральная растворимая фруктоза. Очень сладкая. Как написали, много витаминов и нутриентов. Ну, если у вас, вы недавно болели, серили, пердели или плевали, я думаю, можно выпить. Такой чаёчек. Очень много фруктозы. Это сразу чувствуется. Ну и кофеёк. Давайте кофеёк поедим вот с этой фруктовой палочкой, с черной сливом и орехами. Бля, горячо. Не могу горячее пить. Пиздец. Кофеёк обычный, растворимый. Не очень вкусный. Ммм. Да, конечно. Ольские друзья не одобрят. Но какой кофе без молока, ребят, вы скажите. Я не могу без молока. Она какая-то гадкая, противная. Вот с молоком гораздо вкуснее. Ну чё, ребят, кофе на обычное говёное растворимое. Мне не понравилось. Но вот с молоком, оно идёт хорошо. Поэтому кофейку баллов 5 из 10. На этом всё. Подводим итоги. Я бы, на самом деле, был бы очень рад за наших товарищей, которые служат в армии. Которым предоставляют такие сухпайки в поле битвы, в окопе или в танке, или ещё где-нибудь. Потому что сухпайок очень хороший. Поможет в голодные времена, так скажем. Поэтому я бы этому сухпайку в целом поставил баллу в 9 из 10 с учётом всего вот этого содержимого. Всем спасибо за просмотр. И всё, пока.